А мизантроп это ругательство? Ну хорошо Новостей будет много, поэтому будем говорить быстро, но сугубо по существу, потому что мы все отфильтровали и теперь только о главном Зверский скандал бушует в НД районе, Шкалеё третий день не ходит в школу В школу они не ходили, потому что там образовался продуктовый вакуум Иными словами, школьников кормить было нечем, потому что предыдущая фирма ушла, новая не зашла Все перехимичили, кто виноват, непонятно, но статью завели, скорее всего будет кто-то Ожидаются посадки Пока менжуется горсовет, собрался из полков Ну такое, немножко полулегальное, потому что горсовет его все-таки должен был утвердить, а еще как бы нет Но с другой стороны уже есть подвижки, 42 комнаты в общагах приватизировали, раздали несколько квартир оттошникам, а несколько квартир мы не поняли кому, но тоже раздали В общем, что-то налаживается, хотя бюджета по-прежнему нет Да, опять же за бюджет Погребов обещал 10 февраля бюджет на сайте горсовета вывесить Ну да, типа того Мы его там в упор не обнаруживаем, но он нас очень волнует, поэтому если вдруг вы его там увидите, сразу же скажите нам, читать будем Дмитрий Погребов разобрался, почему мы не можем принять бюджет Оказывается, наши достопочтенные сотрудники коммунальных предприятий немножко не умеют считать в столбик О назначениях Борис Альбертович в очередной раз перекроил полномочия и снова добавил Погребову и Санжари, а отпилил у остальных Раз уж за замов говорим, стоит упомянуть Епифанцеву Пресс-служба горсовета разродилась релизом о том, что Епифанцева так и будет Абдуслуменом Ее сразу же попытались поздравить Ничего не вышло Светлана Епифанцева в горсовете не обнаружена Жили-были три поросенка Маф-маф 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 Один И решили с этими мафами наши власти продолжить борьбу Ту самую, которую на прошлой неделе начали Схватили болгарки Интересно, те же самые, которыми Гришке ноги пилили И пошли эти самые ларьки Нет бы краном поднимать, так не получится Ларьки-то в землю вмурованные А ларечники из ларьков все высыпали И побежали к горсовету бастовать Ну чё это вдруг их работы лишают А там им навстречу вышел Погребов И говорит Но, однако, переговорщика выставляйте Они взяли и выставили переговорщика А Погребов со своей стороны выставил Терентьева А ну вот так И началась у них битва Былинная То Терентьев скастует фаербол То ларечники пытаются Терентьева двуручной шаурмой А шаурмячик Вызывайте 102 В общем, битва продолжается Мы за ней наблюдаем Полицейские в это время тоже не бездействуют И неплохо преуспели Закрыли наркобарыгу Закрыли ещё одного торгаша оружием И на всякий случай хлопнули точку с игровыми автоматами Ну и вообще мастерски оттопыриваются Нам нравится Забеба удобряя Кстати, на Забебе есть шикарный материал О том, как правильно парковаться Ознакомьтесь и шансы утратить тачку в борьбе С негодяйским эвакуатором сильно уменьшатся ДТП с участием патрульной полиции приключилось Вот видео, что тут комментировать Приус, жалко Да ладно, да ладно, да ладно Лёха в разрыве Стритрейсеры докатались Снега нет, а ДТП есть Дорогие стритрейсеры, пожалуйста, берегите здоровье себя и сограждан Продолжает куражиться Слава-поездник В том смысле, что ты молодец На прошлой неделе закрыл милицейскую парковку На этой неделе взялся за СБУшную Что дальше? Администрация президента Славик, мы с тобой Хорошие новости! Итак, на этой неделе их две Во-первых, маршрутка номер 150 Которая ездит по проспекту Кирова Теперь стоит всего-навсего 2 гривны Белесно! Вторая хорошая новость заключается в том Что ЮМЗ, по инсайдерской информации Находится буквально в паре шагов От подписания нового зеленого В смысле, долларого Контракта с НАСА на производство ракет Ведь россиян-то забанили санкциями Теперь они свои протоны производить не могут А ЮМЗ могут Поехали! Давай ЮМЗ, ЮМЗ как следует Весь город на тебя смотрит Все, не забываем подписываться на наш канал Ставить лайки Страшно, очень страшно Мы не знаем, что это такое Если бы мы знали, что это такое Мы не знаем, что это такое